Сегодня у нас есть возможность пообщаться с человеком, который жил в Соединенных Штатах, который занимается профессионально серфингом. Известный человек в мире серфинга, зовут Фёдор. Расскажи, пожалуйста, о себе. Алоха, друзья, всем привет. Меня зовут доктор Серфер, или просто Фёдор. Да, я путешествовал в Штатах и работал там. Понял. Фёдор, скажи, пожалуйста, люди, которые приезжают по спортивной вене в Америку, сколько можно зарабатывать в этом виде спорта в Штатах? Ну, я путешествовал по Калифорнии, это серфовый штат. Если ты умеешь преподавать, серфинг, у тебя есть люди, ты можешь обеспечить себя на жизнь. Ты был в Калифорнии, где еще? Гаваик, да? Да, я также путешествовал, искал большую волну, летал на Гавайи. И так как я доктор, то у меня есть клиенты, я работал руками, зарабатывал руками. Вот, это очень интересный вопрос, когда люди приезжают по туристической визе, разрешений на работу у них нет, но они хотят зарабатывать. Скажи, как ты зарабатывал, вот в какой тематике? Это был серф или это было что-то другое? Я работал как психотерапевт и как остеопат со своими клиентами, русскими и американскими тоже. То есть в Америке можно спокойно зарабатывать частной практикой и при этом не имея там каких-то документов, то есть как турист. Если у тебя хорошее отношение с людьми, то никакой проблемы нет. Я понял, скажи, а где больше серфера зарабатывают, в Гавайях или в Калифорнии? Я думаю, что в Калифорнии, ну все зависит от того, как ты соберешь группу, то есть куда ты ее повезешь. Если у тебя в Калифорнии группа, то ты заработаешь в Калифорнии, полетите на Гавайи, заработаешь на Гавайи. Были среди твоих клиентов или друзей в Калифорнии ребята из Средней Азии, например, там из Кыргызстана или Узбекистана? Был один из узбек, да, и Кыргызстан был в группе моей подруги. Как он зарабатывал? Нормально? Ну, он не жаловался, да, то есть он мог платить за уроки. Я понял. Так, ребят, мы сегодня находимся в Московской области. Федор приехал сюда на лето, катается, тренируется. Что за место это вообще? Где мы находимся? Что это? Друзья, это знаменитый сплот в Москве. Здесь серферы тренируются, когда нет возможности поехать на океан, просто потому что не работает. Называется серфа хаус. Я понял. Последний вопрос. Где лучше, здесь или в Соединенных Штатах? Мне нравится больше деретовать здесь и в Соединенных Штатах. Все хорошо. На том месте просто надоедает. Те, кто не был еще в Америке, что порекомендуешь? Съездите, посмотрите. Это интересная сторона. Всем, ребят, спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Привет вам из летней. Сегодня уже июнь Москвы. Всем удачи. Пока.